Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Детский сад на Балаклавской Симферополе откроется уже в октябре. С завершением строительных работ ознакомился глава республики. Просторный, светлый, теплый. Можно брать его за основу, мы же говорили с Евгением Константиновичем, с тем, чтобы тиражировать его дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В честь праздника на площади Ленина развернули гигантский триколор. Его размеры 28 на 16 метров, а масса превышает сотню килограммов. Еще в 2015 году его подарили крымчанам соотечественники из Мексики. На площади немало флажков и поменьше. Их раздают всем прохожим, чтобы в каждом доме был государственный символ России. Кстати, он не стал для крымчан чем-то новым после 2014 года. Триколоры появлялись и раньше, в тогда еще автономной республике. У нас всегда были российские флаги, начиная от наших больших мероприятий, таких как «Великое русское слово», и заканчивая всеми остальными песнями, танцами, событиями и мероприятиями. Одно из таких торжественных мероприятий прошло в Крымском парламенте. Заслуженных жителей республики за весомый личный вклад в становление и развитие Крыма наградили почетными медалями, благодарностями и ценными подарками. Среди награжденных – пожарный Сергей Ползун. Ему 29 лет. Молодой человек уже второй раз получает награду, так же, как и ранее, за спасение людей в пожаре. Сегодня награда за мужество и доблесть стала сюрпризом, потому что исполнял, делал свою работу. Он тут представит награду. Никто не ожидал. Грамота и нагрудный знак стали неожиданным сюрпризом и для бригадира, виноградарской бригады одной из агрофирм Бахчисарайского района Людмилы Гуковой. Женщина не меняет место работы уже более 20 лет. Очень приятным сюрпризом, конечно. Грамоты были до этого, но такого уровня никогда не было. Флаг России всегда был значим для Крыма, но последние пять лет Триколор занимает особое место. Он не только теплится в сердцах людей, но и реет над зданиями республики. Никита Егоров, Мария Моссур, Александр Рыбин, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. Отметили День государственного флага и другими торжественными мероприятиями. Более 20 молодых сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний приняли присягу на верность Отечеству. Клятва служить на благо Родины призывает военного к особой ответственности. Взять ее на себя – главное событие в жизни и карьере любого человека с погонами. О том, как прошло торжественное мероприятие – в материале Яны Витренюк. Присяга – самый ответственный момент при поступлении на службу. Клятва Родине, которая дается один раз в жизни. А принести ее на глазах командиров и своих товарищей еще больше добавляет волнение. Присягаю на верность народам Российской Федерации. Я носит соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации. Уважать, соблюдать права и свободы человека и гражданина. Принял присягу Юрий Федорчук. Мужчина карьеру военнослужащего начинал в МВД, но понял, что быть исполнителем наказаний – его призвание. Я знаю, насколько важна данная работа, так как это служит исправлению осужденных. Осужденные тоже люди, но наказания должны исполняться. Мы, как сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, исполняем данную работу. К принятию присяги сотрудники УФСИН готовятся не один день. Сегодня ее приняло порядка 20 человек. Всего Федеральная служба исполнения наказаний укомплектована более чем на 90%. Те слова, которые он говорит сегодня, это для него один из самых важных, самых главных слов в своей жизни. Потому что ему то обещание, которое он дает непосредственно перед Родиной, непосредственно перед своим будущим начальством, перед своими товарищами, он должен исполнять ежедневно, ежечасно. И гордиться тем, что он несет службу именно в этих рядах, в наших рядах УФСИН России по Республике Крым. Теперь, став полноправными сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, они могут приступать к своим обязанностям – работе на благо народа и государства. Яна Витринюк, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Для крымских школьников учебный год начнется в понедельник, 2 сентября. В этот день прозвенят первые звонки во всех учебных учреждениях и пройдет День знаний. Эту информацию подтверждают в Министерстве образования, науки и молодежи Республики. Также по информации Минобраза приемка образовательных организаций завершилась 20 августа. Проверены вузы, государственные и частные школы, интернаты. В 2019 году впервые сядут за парты 23 700 первоклашек, а всего будут обучаться 208 тысяч школьников. В некоторых учреждениях пока по-прежнему остаются две смены. Все же большая часть крымских детей будут получать образование в первой половине дня. Крыму постепенно избавляются от очередей в детские сады. Наиболее остро проблема ощущается в столице республики. Совсем скоро в новое дошкольное учреждение на улице Балаклавская в Симферополе смогут отдать своих малышей жители микрорайона пневматика. Сегодня с завершающим этапом строительных работ детсада ознакомилось руководство Крыма и столицы. Были ли замечания к подрядчику, знает наша съемочная группа. Строительство детского сада на Балаклавской в Симферополе на 260 мест началось еще в декабре 2016 года. Сроки его сдачи откладывались несколько раз. Изначально планировалось ввести дошкольное учреждение в эксплуатацию в конце 2018 года, после – в марте текущего. И вот наконец-то сегодня долгожданная мечта многих родителей микрорайона пневматика и их детей сбылась. Уже в октябре садик начнет свою работу и примет первых малышей. Завершающим этапом строительства ознакомилось руководство Крыма. Замечаний к подрядчику нет. Просторный, светлый, теплый. Можно брать его за основу, мы уже говорили с Евгением Константиновичем, с тем, чтобы тиражировать его дальше. То есть детские сады на 260 мест, можно делать все это уже по типовому готовому проекту, проект повторного применения. В районе потребность будет закрыта в полном объеме. Коллеги вот сейчас уже обещают дорогу подвести к открытию. До 15 октября детский сад примет детей. Плохое качество бортовых камней, которые после зимы начали разваливаться, неудовлетворительное покрытие на игровой площадке, а также некачественная покраска стен внутри здания. Именно такие замечания были ранее высказаны подрядчику. Спустя несколько месяцев все недочеты строители исправили. Я тоже оценивал работу, проделанную строителями, на хорошо. И считаю, что этот детский сад полностью готов к эксплуатации. Мы провели пусконалодочные работы. Сегодня при Сирии Валерье испытали пожарную сигнализацию. У нас включилось дымоудаление, подпор воздуха. Пожарная сама сигнализация сработала. Поэтому он обеспечен всеми сетями. Мы получили допуск Крымтехнадзора по электроустановке. Садик полностью готов. Видеонаблюдение работает. Все хорошо. Строительство детского сада велось в рамках федеральной целевой программы. До конца года в Симферополе планируют ввести в эксплуатацию еще 8 детских садов. Это поможет сократить очереди на полторы тысячи мест. Полностью решить проблему планируется до 2022 года. Мария Моссур, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. Переходим ко второй части выпуска. И вот о чем будем говорить далее. 10 юных крымчан получили свои первые паспорта в День государственного флага. Это радостное событие. И уже какая-то, конечно, черта. В Симферополе прошла акция под названием «Однозначно», как отреагировали водители крымской столицы на наставления детей. Я считаю, что они правильные. Дети, они на нас действуют лучше, чем милиция. Крымское министерство труда и соцзащиты расширило список льготников. В новую категорию входят люди, которые впервые получили инвалидность после 1 января 2015 года. Ранее эти крымчане не имели права на льготный проезд в общественном транспорте. Так что ведомство решило исправить несправедливость. Республиканский парламент уже принял изменения в действующее законодательство. И теперь, с 25 августа, люди с ограниченными возможностями смогут пользоваться маршрутками и троллейбусами бесплатно. Эти категории граждан могут на следующей неделе обращаться за удостоверениями на льготный проезд. Если они у нас уже стоят в нашей базе как получатели мер социальной поддержки, то есть многие из них к нам обратились за предоставлением льгот на коммунальные услуги. Они просто пишут заявление на льготный проезд и предоставляют фотографию для вклеивания в свое удостоверение. Инвалидам, которые ранее не находились в базе министерства и не получали никаких льгот, также необходимо сдать копию справки медико-социальной экспертизы. В день государственного флага Российской Федерации приятным подарком для юных крымчан стало получение главного документа в жизни каждого жителя страны – паспорта. Новоиспеченные обладатели паспортов не скрывали своей радости, а на глазах у некоторых родителей от такого значимого события в жизни своего чада виднелись слезы. С юными крымчанами, получившими свои первые документы, пообщалась наша съемочная группа. Эдему Сулейманову совсем недавно исполнилось 14 лет. Как и каждый гражданин Российской Федерации, в этом возрасте он получает свой первый главный документ – паспорт. Молодой человек признается, в его жизни это одно из важных и ожидаемых событий. Для меня это очень важно. Я долго ждал. Много было проделано всяких дел по поводу документов. Это уже какая-нибудь ответственность. Придется уже вести себя намного серьезнее. Поддержать парня и порадоваться за него пришла мама. Я рада, что он получил паспорт. Но надо теперь, чтобы за ним следить, чтобы он уже был взрослый, послушный. Получение паспорта – важное событие еще для одной семьи. Ленис Прудников рассказывает, этот день ждал долго. Теперь с получением паспорта станет более ответственным. Очень долго ждал. Будет больше ответственности. Обложку на паспорт молодой человек пока не выбрал. Ее обещала подарить мама. Конечно, обязательно. Сам пусть выберет, какую захочет. Это радостное событие. И уже какая-то, конечно, черта. Это как черта подведения. Место вручения документов, удостоверяющих личность, ЗАГС выбрано не случайно. Именно здесь человек получает свой первый в жизни документ – свидетельство о рождении. Поэтому именно сегодня в нашем зале решили провести вот такое мероприятие, приуроченное, конечно же, государственному празднику, к дню флага Российской Федерации, вручение первых паспортов граждан России. Первые удостоверения личности появились в России в 18 веке. В 1721 году Петр I ввел обязательные паспорта для крестьян, временно покидающих пределы постоянного жительства. В марте 1997 года вышел указ президента страны об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории страны. Мария Моссур, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Первый военно-патриотический детский лагерь Крыма «Лесной» завершил летний сезон. За четыре смены здесь отдохнуло почти тысячи ребят со всей республики. Дети не только ходили на море и рассказывали друг другу страшилки на ночь, но и упражнялись в стрельбе. Как прошел сезон и чему научились ребята – далее в сюжете. Лето уже подходит к концу и детям пора готовиться к школьным будням, а значит и лагеря постепенно завершают сезон отдыха. Первый в Крыму военно-патриотический лагерь «Лесной» – не исключение. Уже 26 августа дети разъедутся по домам, а пока у ребят есть несколько дней, чтобы обменяться с новыми друзьями впечатлениями. Например, о стрельбе из винтовки. Таких лагерей, как «Лесной» в Крыму больше нет. Только здесь, между Судакскими горами и Черным морем, детей учат стрельбе, разборке-сборке автомата, работе со спасательным оборудованием и патриотизму. В проведении тренировок участвуют инструкторы из ДОСААФ. Это один из первых лагерей, который в детях воспитывает непосредственно патриотику, любовь к нашему Крыму, к нашей Родине, к России. В честь последних летних беззаботных дней ребята провели прощальный концерт. Впрочем, грустить они не собираются. Каждый знает, что обязательно вернется в «Лесной» через год. Снова встретит лавирных друзей и как следует отдохнет. А сейчас пора доставать с полки учебники и готовиться к новому школьному году. Никита Егоров, служба новостей и ТВ, Судак. Близится начало учебного года, а вместе с тем и увеличение количества школьников на дорогах. В Симферополе сотрудники ГИБДД совместно с детьми провели акцию под названием «Однозначно». На ней ребята рассказывали водителям об опасности превышения скорости и поздравляли с Днем государственного флага России. О том, как прошла акция, расскажем в сюжете. Сотрудники ГИБДД останавливают машину. Но вместо привычного предъявить и документы к водителю подходит ребенок и доносит главную мысль. Превышать установленное скоростное ограничение даже на разрешенные 20 километров чревато последствиями. Чтобы мы соблюдали скорость в пределах города. И мы скоро пойдем в школу, чтобы мы не нарушали подъявление. Моя турочка, спасибо. Устами ребенка глаголит истина. К такому выводу пришли водители, послушав наставления от детей. Так Анатолий Логачев старается не нарушать, но после такой профилактической беседы пообещал быть еще осторожнее за рулем. Когда был поболоже, вы сами понимаете. Кровь, кровь, молоко. Значит, я считаю, что они правильные. Дети, они, наверное, действуют лучше, чем милиция. Вот она сказала, что мы ехали, и думаем, что время. День государственного флага сотрудники ГИБДД совместно с юными инспекторами дорожного движения присоединились ко всероссийской акции «Однозначно». Чтобы призвать водителей соблюдать скоростной режим и воспринимать дорожные знаки однозначно. Никаких плюс 20. Помните о том, что вблизи школ, детских садиков, мест массового притяжения детей, необходимо быть предельно внимательными. Сейчас дети будут проходить адаптацию, вернуться с мест отдыха, и нужно им помочь в этом. Родителям мы рекомендуем проработать безопасный маршрут «Дом-школа-дом». Сотрудники ГИБДД еще раз обращают внимание водителей на необходимость строгого соблюдения законодательства, правила проезда пешеходных переходов и правила безопасного поведения пешеходов на проезжей части. Яна Витринюк, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Это все, о чем мы вам хотели рассказать сегодня. Оставайтесь на телеканале ИТВ, а я прощаюсь. Всего вам доброго.